Путешествие воды от Волги до крана в квартире. В самом центре Волгограда появился яркий арт-объект, ставший местной достопримечательностью. Художники сложили почти тысячу метров скучного забора в красочный пазл, наглядно демонстрирующий работу самой большой фабрики питьевой воды. Елена Пича ценила произведение мастеров уличной живописи. Это, кажется, должно быть шоком для коммунальщиков. Люди с красками в баллончиках средь бела дня рисуют на заборе. Но парадокс в том, что сотрудники ЖКХ сами пригласили мастеров уличной живописи. Никаких извивающихся букв и граффити-хулиганства. На панораме длиной 400 метров. Необычные механизмы и трубы в разрезе. Много голубого, стилизованные волны и рыбки. Конечно, это Волга. Вот это и есть труба водозабора. Отсюда начинается большой технологический процесс очистки воды, которую пьют сотни тысяч жителей Волгограда. На очень длинном и когда-то очень скучном заборе уместилось все. Многочисленные этапы, технические детали и немножечко художественного вымысла. Но заканчивается все, как и положено, краном в нашей квартире. На забор рисунок перенесли с заранее сделанного эскиза и раскрасили. Трое художников работали над рисунком две недели. Но, признаются, не потянули бы такой масштабный проект без волонтеров, которые откликнулись на просьбу о помощи в интернете. В 6.30 утра. Представляете, человек приезжал специально, чтобы помочь нам. Мы оставляли краску, кисточку, определяли объем работы и самостоятельно человек трудился и просто писал потом. Я все сделал. Индустриальная графика, что называется, с натуры. А случай, когда на заборе изображено все то, что находится за ним, настолько редкий, что многие в это просто не верят. Мы, в общем-то, делая эту работу, рассчитывали, что забор у нас станет прозрачным. И все, наконец, узнают, что здесь находится самая большая фабрика питьевой воды. На самых больших в Волгограде водоочистных сооружениях, как здесь говорят, готовят питьевую воду для 400 тысяч человек. Если всю ее перелить в железнодорожные цистерны, каждые сутки будет получаться поезд из 2,5 тысяч вагонов. Среди бассейнов и насосов творческая группа художников не только изучала чертежи и инженерные таблицы, но и искала вдохновение. Промышленный стиль 40-х внес краски в первые черно-белые наброски. Послевоенные розовые шкафы с кнопками, тщательно покрашенные моторы и огромные алые вентили. Моторчики, кнопочки, мы, если честно, останавливались, их трогали, хотелось покрутить что-то, мы, конечно, понимали, что нельзя. Сотрудники водоканала теперь с удовольствием устраивают импровизированные экскурсии своим родным и знакомым. Сейчас у меня мои родственники спрашивают, а действительно ли это все так? Муж уже все выучил, я знаю, это отстойник, я знаю, это фильтр. Яркий акцент в городском пейзаже теперь настоящая достопримечательность. Арт-проект под названием «Водные процедуры» уже признали на юге России самым масштабным граффити с единым сюжетом.